12 октября на заседании клуба «Край Удмуртский», проходившем в Центре национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки, состоялась встреча с доктором физико-математических наук, профессором Удмуртского госуниверситета, заслуженным деятелем науки Удмуртии Светланой Николаевной Поповой. Открывая мероприятие, его ведущая, завсектором продвижения национальной и краеведческой литературы, Светлана Аркадьевна Вардакова, пояснила, что уже в течение 10 лет клуб регулярно проводит презентации значимых изданий местных авторов. Таковым является и книга, написанная Светланой Николаевной Поповой в соавторстве с доктором физико-математических наук, профессором Института математики НАН Беларуси Евгением Константиновичем Макаровым, Управляемость асимптотических инвариантов нестандартных линейных систем. В своем вступительном слове замдиректора по библиотечному обслуживанию и связям с общественностью Анна Леонидовна Семенова отметила, что героями заседаний клуба «Край Удмуртский» за все 30 лет его работы становились многие ученые, историки, словесники, биологи, медики, но никогда не было встреч с математиками. И вот теперь этот пробел был восполнен, тем более, что Национальная библиотека, выполняя функции Книжной палаты Республики, хранит все книги, изданные нашими математиками. Приветствую Светлану Николаевну Попову, начальник управления международного сотрудничества и связи с общественностью УДГУ Мария Ивановна Безносова высоко оценила ее профессионализм. Умело адаптируя серьезный научный материал для гуманитариев, а таковых на встрече было не менее половины, Светлана Николаевна показала на некоторых примерах важность математической теории для решения разнообразных инженерных и других прикладных задач. Об этом же говорил и директор Института математики, информационных технологий и физики УДГУ Николай Никандрович Петров. Выступление Светланы Николаевны дополнило видеозапись интервью с минским коллегой Евгением Константиновичем Макаровым. Белорусские и ежевские математики писали книгу вместе, вместе отвечали на вопросы ведущей вечера. Каковы истоки их сотрудничества? Как шла работа над книгой, несмотря на расстояние? Почему они обратились к пословицам? Пословицы стали эпиграфом каждой из глав и образно раскрывают их суть, отметила Попова. За помощью в подборе материала математики обращались к сотрудникам Национальной библиотеки Удмуртии. Встреча показала, что математики шутить любят и умеют. Закончился вечер пожеланиям его организаторов, чтобы сотрудничество ученых двух стран продолжилось, и общим фото, где нашлось место всем гостям клуба – ученым, преподавателям, студентам, журналистам.